Продолжение следует... Они, как выходит из названия, удовлетворяют предложение рекламодателя. Ну, говорят, ребята, вот есть у нас такой клиент, а у вас есть много площадок, с которыми вы работаете, много популярных, например, сайтов. Мы хотим, чтобы вы показали рекламу нашего клиента, и вот вам некоторое денежка за это. И мы ждем, что он вам скажет это скилл. Он может вам сказать, да, хорошо, я вам скажу, дайте вашу денежку. Либо он может сказать нет. И правда жизни заключается в том, что слово «нет», он говорит, как правило, немного чаще, чем говорит слово «нет». Какие ключевые моменты из этого стоит еще раз озвучить? То есть первое. Мы закупаем рекламу для адвертайзеров или рекламодателей. Решение о том, показать ли эту рекламу на конкретной платформе или не показать, принимает SSP. Дело в том, что к нему приходит не один такой клиент, как мы, а таких клиентов много. И мы боремся непосредственно за конкретное место показа для конкретной рекламы. В случае, если нам SSP говорит «да», мы покажем вашу рекламу, когда он это говорит, он проводит среди всех ставок. То есть мы приходим, берем конкретную цену, разыгрывается аукцией второй цены. Если наша ставка была максимальной, нам говорят «да», мы платим вторую цену после максимальной за этот показ. И непосредственно рекламу нашего клиента показа. То есть, в принципе, более-менее понятно, я говорю? А, хорошо. То есть мы поняли, что мы закупаем рекламу для рекламодателей, и мы платим SSP некоторую денежку за каждый показ. Соответственно, откуда генерируется прибыль и за что платят там? Есть несколько самых популярных принципов, за что мы получаем деньги. Первый принцип – это CPM, это стоимость за тысячу показов. Когда рекламодатель, в случае, если его, точнее, рекламу показали на какой-то платформе, он нам платит фиксированную денежку. То есть плата за показ. В остальных принципах CPC или CPA нам рекламодатель платит за определенные действия пользователя. То есть нам приходит денежка, если этот пользователь кликнул по рекламе, либо он заинсталлировал, это CPI называется. В случае CPI, если пользователь совершил уже некоторые действия дальше поворотки. Как можно понять, денежка в случае CPC и CPI будет намного больше. Потому что намного меньше пользователей из тех, которые мы показали, будут кликать или совершать некоторые действия. С точки зрения рекламодателя, CPM – это самая природная форма, самая понятная форма монетизации, так называемая монетизация трафика, когда нам платят просто за показ. Но, соответственно, эта форма, она несет определенные риски для рекламодателя. Потому что если мы будем показывать рекламу на платформах, точнее, на площадках, которые, например, не соответствуют аудиторию, то есть, грубо говоря, автомобильные ошибки будем показывать на каком-то женском форуме, узком, соответственно, пользователи никак не будут реагировать на эту рекламу, соответственно, ну, рекламодатель будет просто терять, ну, с его точки зрения, деньги, поэтому ему это неинтересно, и он просит, скажем так, он будет больше терять на том, что будет платить нам за клики или за действия, но в то же время он из себя снимает определенные риски за то, что аудитория, которую мы будем показывать рекламу, будет нерелевантной. Соответственно, CPC-CP – это попытка рекламодателя переснять с себя определенные риски за неадекватную, вот, собственно, здесь описано, что такое риски, это либо несоответствующая рекламная аудитория, либо так называемый фродулентный или мошеннический трафик. Ну, он пытается этот риск переложить с себя на нас, соответственно, он будет за это платить большую цену, но с точки зрения он будет получать более качественный трафик. В общем, какая наша задача здесь? Наша задача – это уйти от вот этой, скажем так, модели, которая явилась следствием того, что рекламу стали показывать везде и всюду, стали показывать неэффективно, уйти. От этого взять эти риски, их проанализировать и учесть в стоимость самой цены, то есть делать цену не фиксированной, как в CPM, а менять ее в зависимости от степени риска. Соответственно, цена показа, она будет зависеть от того, насколько этот показ будет рисковый или нет. То есть рисковая здесь понимается в том смысле, что насколько высока будет вероятность реакции пользователя на эту рекламу, и мы это называем, какая будет вероятность конверсии. Собственно, на этом много текста заканчивается, начинается наша любимая формула – формализация. Соответственно, это было интро, где я пытался показать некоторую продуктовую часть, необходимую для того, чтобы вы поняли смысл всего происходящего. Ну, собственно, это и есть задача, это сайт, понять, что нужно продукту и чего, собственно, хочет от вас ваш продакт-менеджер. Дальнейшее действие – это вы моделируете сам процесс, для этого вам нужно его некоторым образом формализировать. Вот это обозначение N, C – это представьте, что у вас есть некоторый поток показов рекламы, и это первый момент, когда у вас количество конверсий превысило некоторый порог C. То есть, какой-то смысл он имеет. К вам приходят рекламодатели и говорят, вот у меня есть тысячу долларов рекламного бюджета, я хочу купить, например, тысячу кликов. То есть, ему нужно именно конкретной конверсии. Соответственно, с точки зрения рекламодателя, цена этого клика будет, ну, один доллар, цена самого действия. И, соответственно, мы, собственно, на самом деле, мы не открыли это, мы сами к этому пришли, но, в принципе, это было известно, что в процессе динамического бидинга цена формируется из максимальной цены действия с точки зрения пользователя, умноженной на вероятность конверсии. Вот это утверждение, оно на самом деле является ключевой в данной теории. Что оно означает? Оно означает, что до того момента, вот если мы будем покупать трафик, и будем цену нашего лота считать таким образом, что это будет максимальная цена действия с точки зрения пользователя, умноженная на конверсию, то если мы купим цену конверсии за такую цену, то мы в точности выйдем на тот бюджет, который заложил нам рекламодатель. То есть мы выполним на самом деле сразу два действия. Мы освоим рекламный бюджет, который дает рекламодатель, и дадим ему столько конверсий, сколько ему надо. Соответственно, это называется справедливой ценой. Справедливая, потому что если бы мы платили бы не вторую цену на аукционе, почему бы на аукцион второй цены платили бы первую цену, то мы бы не получали никакой прибыли. То есть мы бы вышли в ноль, мы бы освоили бюджет, и этот же бюджет отдали, по сути дела, по среднему, по ССП. А так как мы все-таки платим за показ вторую цену, то наша прибыль, это является разницей между первой и второй ценой. Вот эта вероятность, которая там стоит, это вероятность для конверсии этого показа. Здесь важно понимать, что означает эта вероятность. Под этой вероятностью мы подразумеваем апостолиорную вероятность конверсии при условии, что наш показ на рекламу имеет определенное значение характеристик. То есть когда вы показываете рекламу конкретному пользователю, вы имеете данные, во-первых, о том приложении, которое вы рекламируете, вы имеете какие-то данные о платформе, где вы будете показывать эту рекламу, вы имеете какие-то данные о пользователе. Соответственно, вы можете собирать эту информацию, накапливать, и исходя из этой информации, определенной техникой оценивать эту апостолиорную вероятность. В общем, это еще раз слайд, который суммируется. Сказанная наша, то есть, вот, какая была тема? Это модель предиктивного бидинга, да? То есть бидинга, да, аукцион, соответственно, в аукционе мы, нашей ставкой является некоторая цена, которую мы находим, исходя из знаний некоторого риска и из понимания вероятности. Соответственно, наша задача по поиску этой справедливой цены, она сводится к оцениванию вот такой апостолиорной вероятности. Соответственно, вот здесь как раз заканчивается этап моделирования и формализации задачи, здесь начинается наш любимый машинерник. Как бы задача оценивания апостолиорной вероятности, она достаточно классическая, и существует огромное количество алгоритмов, которые решают эту задачу, но нам надо учитывать достаточно большую и серьезную специфику этой области. Во-первых, наш прогноз, наша оценка вероятности, она должна считаться очень быстро, потому что время, которое нам дается на принятие решения, на отклик, оно очень маленькое, то есть с учетом маршрутизации, с учетом перегонки запросов со стороны в сторону, она, как правило, не должна выражать 90 миллисекунд. Соответственно, у нас много рекламы, много тоже существует клиентов, и для многих из них, наверное, надо считать эту вероятность. Соответственно, хотелось бы, чтобы результаты по счету, чтобы они укладывались там, ну, хотя бы до одной миллисекунды. Дальше это, в принципе, это важно, на самом-то деле, для прогнозирования кликов, это то, что наша модель имеет возможность обучаться в реалтайне, потому что, в принципе, или около реалтайне режиме, потому что информацию о реакции пользователя, например, такая реакция, как клики, мы получаем, в принципе, практически мгновенно. Дальше скорость обучения должна быть очень быстрая, потому что поток трафика, который к нам заходит, это 100-150 тысяч запросов в секунду. Соответственно, нам надо это все хранить, обрабатывать и обучаться. И трафик и распределение конверсии, она очень динамично меняется, поэтому нам нужно постоянно дообучать модель, чтобы она подстраивалась к изменяющемуся распределению. Также из-за огромного количества они сильно влияют на конверсию, но при этом они не являются непрерывными, рассматривать их как непрерывные характеристики, это неправильно, ну, и, в принципе, на деле невозможно. Также у нас выборка очень сильно несбалансирована, то есть у нас количество реакций пользователя, ну, например, вот средний показатель по рынку CTR, это количество кликов, количество показов, средний CTR, это полпроцента. То есть, соответственно, если вы смотрите дальше по воронке, то количество инсталл, они будут этого уменьшить. То есть у вас, грубо говоря, в выборке 99,5% событий, когда конверсии не было в среднем, и полпроцента, когда конверсия была. Соответственно, вам нужно каким-то образом динамически балансировать вашу выборку, чтобы ваша модель не зацикливалась и не показывала вам все типа «ноу», 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 «ключай», «ключай», «ключай». Какие алгоритмы мы рассматривали в качестве кандидата для решения этой задачи? На самом-то деле, эта таблица, она далеко не полная. Просто многие алгоритмы, которые не соответствуют этим условиям, они видны практически сразу, которые требуют хранить какую-то часть выборки, типа опорных авторок, которые не имеют возможности до обучения. То есть эти алгоритмы практически моментально отсевываются. Остаются, по сути дела, самые простые алгоритмы. Ну, вот в качестве самых простых, например, Байцевский алгоритм, он очень простой, он очень быстрый, но он дает очень неточный результат. Он не учитывает зависимости непосредственно между вашими характеристиками. Там, всякие логические алгоритмы, типа дилей, решения и тому подобное, они очень дают точные результаты, но они очень медленные, и они имеют высокий вид переобучения. Обычная логистическая регрессия, она очень быстро, очень хорошая, но она дает, она очень сильно смещенная, дает, правда, достаточно точный результат. Соответственно, мы остановились на таком методе, как вот. Мы остановились на логистической регрессии, это такой state-of-art для рынка рекламы. Но при этом мы добавили лайфхаки, такие как кэширование течей, обучение по методу стахастического градиента и еще некоторые плюшки, о которых я сейчас в конечном случае расскажу. То есть мы поняли свою задачу, мы формализировали, мы выбрали алгоритм. Теперь нам нужно сделать некоторые действия для того, чтобы обучить нашу модель по этому логистику. Соответственно, с такими проблемами мы встречаемся здесь. Первое – это вот мотивационный риск, для чего, в принципе, мы используем, почему мы используем хэширование, почему мы имеем право это делать. Это некоторая формализация хэширования гидра, но главный результат такой, что если вы вместо пространства ваших характеристик рассматриваете некоторую хэш-таблицу, то так как мы использовали логистическую модель, а логистическая модель и прогнозируем по методу логистической модели, она базируется на вычислении скалярного произведения, то если вы хэшируете ваши характеристики, то это не меняет статистических свойств вашего алгоритма, потому что не пропадает несмещенность, как вы видите. Также дисперсия, если у ваших уже хэшированных характеристик, она остается достаточно контролированной. То есть хэширование, когда вы используете логистическую регрессию, она вполне приемлема и теоретически мотивирована. Это первая проблема. То есть мы взяли наши характеристики, захэшировали и построили некоторую хэш-таблицу. Следующая проблема. У вас есть облучение по методу стокастического градиента, собственно, сверху показывает формула вычисления, процесс вычисления стокастического градиента на каждом шару. Соответственно, первая проблема, которая состояла при использовании этого алгоритма, это подбор адаптивного шага обучения. Литература говорит о том, что для сходимости этого метода достаточно выполнения таких условий. Рекомендуется в качестве шага обучения использовать вот такой шаг. Он считается оптимальным в том смысле, что при некотором раскладе он обеспечивает максимальную константу в процессе самого спуска, и, соответственно, сходимость будет самой быстрой. Таким образом, в принципе, подбором, конечно, здесь параметры альфа и бета – это параметры модели, но подбором этих параметров можно купить с оптимального шага обучения. Хорошо. Мы это запомнили. Следующая проблема, с которой мы сталкиваемся, а это с динамическим балансированием выборок. Дело в том, что у нас выборка постоянно дополняется, нам надо обучаться как можно быстрее, соответственно, мы не можем неэффективно делать какой-то сабсэмплинг или ресэмплинг, просто динамически это не получается делать. Соответственно, здесь подход следующий, чтобы, когда к вам приходит ключевое событие, например, клик, чтобы вы его добавляли в шаг, когда вы обучаете модель в 100 градиентов, вы его добавляли не один раз, а, например, N раз, ну или A, в данном случае H раз. То есть вы считаете, что для вас, грубо говоря, событие клика, например, в 100 раз важнее, чем событие не клика. Вопрос, как это делать динамически, то есть нам, чтобы мы не делали 100 итераций метода 100 градиентов, а взяли вот одной большой формулой и сразу посчитали эти 100 итераций. Таким образом, сэкономит уйму времени. Вот в случае, если мы используем магистрический пункт в эпоте, этот шаг выбирается таким образом. Хорошо, то есть мы с вами, грубо говоря, уже выбрали модель, ее обучили, поняли, ну, в принципе, решили более-менее все проблемы, которые перед нами стояли. Следующее, что мы хотим понять, это качество модели, которое мы получили, то есть оценить точность. Соответственно, почему, тут вопрос становится, оцениваем точность чего? Нам ведь для понятия, какая цена лота, нам нужно оценивать вероятность. Соответственно, от того, насколько точно мы оцениваем вероятность, зависит, ну, грубо говоря, наша прибыль, потому что, если мы переоцениваем вероятность, мы будем уходить в минус, либо, если мы не оцениваем вероятность, тогда мы будем просто не докупать трафик, потому что мы будем занижать реальную цену лота, и мы будем просто больше проигрывать в аукционе. Соответственно, нам нужно понять, а насколько точно мы оцениваем эту вероятность. Классические подходы здесь, это интерпретировать нашу модель, как модель бинарной классификации, используя стандартные метрики типа площадь под рог кривой, лог потери и тому подобное. Какие проблемы возникают в этом подходе? Мы, на самом деле, немножко подменяем задачу, мы считаем, что у нас задача не оценивания вероятности, а именно оценивания точности классификации. Соответственно, мы вместо того, чтобы работать с самими вероятностями и оценивать их качество, мы работаем, мы берем ходим по разным породам, смотрим, как меняется точность классификации и берем какую-то взвешенную оценку по этому породу. То есть мы не работаем с вероятностями и мы получаем некоторое чисел, которое на самом деле нам никак не отличает на наш вопрос, а насколько точно мы оцениваем вероятность. Собственно, мы придумали, ну, во всяком случае, я не видел, не встречал нигде такого подхода, для того, чтобы оценивать вероятности следующим образом. Мы разбираем наше, разбиваем наше фишированное базовое пространство на некоторый набор непересеченных множеств, и мы, вместо того, чтобы оценивать каждую отдельную вероятность для каждого запроса на рекламу, потому что это просто невозможно, он один и, в принципе, не повторим, мы оцениваем некоторую агрегированную вероятность, агрегированную в смысле вероятность конверсии, что наш запрос на рекламу уже не равен какому-то набору фичей, а принадлежит некоторому подпространственному фичей. Если вы к этой формуле используете формулу Вайса, при условии, что ваше разбиение на подпространство более-менее равномерное, вы поймете, что точности оценивания апостерерной вероятности и вот той вероятности, которая написана внизу, они на самом деле линейно зависимы. Соответственно, для того, чтобы оценивать точность вот этой агрегированной вероятности, достаточно оценивать точность вот этого внизу, на самом-то деле уже распределение. То есть это не вероятность какого-то события, ну, ну, точнее, да, это вероятность события, но это уже можно утреплять как разбиение, как распределение на разбиение пространства фичей, дискретное распределение. Задача оценивания точности фактически сводится к тому, чтобы мы оценили, насколько согласованы теоретические и эмпирические распределения на данном развиении пространства фичей. Пока это выглядит как-то немножко сложно, но на самом деле все прижается очень просто, потому что здесь работают обычные критерии хик-квадрата. Мы считаем, что в случае нулевой гипотезы наша теоретическая модель, она согласована с эмпирическим. В случае альтернативы мы предполагаем, что наша модель вот этого динамического бидинга, она не работает, и лучше бы мы просто все вероятности оценили некоторые константы. То есть, по сути дела, мы бы вот этот статический бидинг, когда все цены были бы одинаковы. Статистика критерия хик-квадрат такая, и что очень на самом деле важно, что независимостью от разбиения, точнее от вида самого разбиения, я имею в виду порядки разбиения, именно по виде самого разбиения, распределение этой статистики, оно будет иметь распределение хик-квадрата, и оно не меняется. Таким образом, как будет выглядеть наш критерий? Наш критерий это будет соотношение двух, по сути дела, хик-квадратов статистик. Первая хик-квадрата статистика считается, когда вот эти агрегированные теоретические вероятности, они являются продуктом нашей модели, когда мы просто оцениваем по нашей модели. А второе, когда все эти вероятности, они константны, то есть они равны просто один поделить на порядок разбиения. Какие важные синтетические свойства этой статистики? Ну, во-первых, если кому-то покажется, что она имеет распределение Фишера, то это на самом деле не так, потому что эти статистики не взаимозависимы. Это достаточно несложно показать. Поэтому это не будет распределение Фишера в классическом виде. Но мы можем сделать достаточно, исходя из консистентности критерия хик-квадрата, достаточно простые наблюдения, что в случае нулевой гипотезы статистика критерия, она будет иметь маленькое значение, потому что знаменатель будет уходить в бесконечность. И в случае альтернативы, ну, наоборот, числитель будет выходить в бесконечность, а знаменатель будет иметь там некоторое значение. Так же, в случае, если этот критерий будет меньше единицы, природным образом считать, что наша динамическая модель, пускай она и может быть и не идеальная, но все равно она будет работать лучше и давать лучший результат, чем статический. Собственно, мы с вами определились с моделью, определились с критерием, самое время получать какие-то результаты. Исходя из той выборки, ну, той истории, которая у нас была, мы обучили, ну, разбили сэмпл по правилу 80, 10, 10, таким образом обучили 40 модель, посчитали, для каждой из моделей посчитали агрегированную вероятность, и посчитали агрегированную теоретическую, эмпирическую вероятность. Ну и, соответственно, вот такой у нас симпатичный результат. То есть, на самом деле, мы видим по х-у, вы видите, теоретические равности по у-у, соответственно, эмпирические. Вы видите, что есть определенные достаточно четкие правила. Конечно, то есть, это на самом деле вот то, чего мы хотели. Что означает вот этот тренд? Это означает, что если мы говорим, там, в общем, для каких-то событий, мы говорим, что их вероятность 5%, то они будут где-то 5% плюс-минус какое-то отклонение, они будут встречаться. И при этом у нас есть четкая линейная зависимость, что если мы говорим, что событие будет, ну, вероятность тоже события, там, например, 10%, но здесь, да, не 10%, это на самом деле хорошо. Это 1%. То есть, если мы говорим, что вероятность какого-то события, там, например, 1% или, там, 10%, то они будут пропорциональны. То есть, если мы говорим, что он там, вероятность 2 раза больше, то он где-то и будет 2 раза встречаться. То, конечно, разнос достаточно большой, это говорит о том, что модель улавливает определенную закономерность, но все-таки определенные какие-то факторы не учтены. И на самом деле это большая проблема для такого рода модели, это наполнение их значащими характеристиками. Для этого есть целое ответвление в плане, там, организации софта и тому подобное. Но, по сути дела, сказать, что модель не работает и что мы получили какую-то плохую, неестественную модель, мы не можем. То есть, мы получили более-менее ожидаемые нами результаты, пускай, возможно, не идеальные. Также интересно посмотреть, как метрика, которую мы построили, как она согласовывается с другими принятыми метриками. По оси X это метрика наша, по оси Y это стандартная all-rock, то есть площадь под рог кривой. И вы видите, что на самом-то деле они достаточно согласованы, потому что мы-то говорили, что наша модель тем лучше, чем меньшее значение нашего критерия эффективности. Соответственно, вы видите, что есть вот некоторый убывающий тренд, что действительно, чем больше значение all-rock, тем больше значение нашего критерия. Соответственно, это говорит о том, что справедливости ради критерий all-rock, его можно использовать для оптимизации модели. То есть, то, что мы сказали о том, что есть проблема, это не означает, что он плохой. Просто он немножко не соответствует природе задачам. На самом-то деле, мы видим, что они достаточно согласованы, хотя есть некоторая информация, которую, например, при нашей критерии эффективности он учитывает, а урок, например, не учитывает. Соответственно, поэтому, вы видите, коэффициент детерминации, детерминации он достаточно высокий, но это нельзя сказать, что есть прямая линейная зависимость. Ну и наш, на самом деле, ключевой вопрос, который мы задали, а насколько точно или не точно мы оцениваем наши вероятности, исходя из того, что мы считали агрегированной вероятностью для нашей модели и для агрегированной теоретической вероятности, которую дает наша модель, и, соответственно, еще и эмпирические значения. Для каждой из моделей, мы сделали 40, мы посчитали, среди взвешены их коэффициент соотношения, то есть слов. Соответственно, здесь представлено гистограмм. Распределение этих коэффициентов пропорциональности, вы видите, что в среднем все угоны-гоны, они находятся в районе 92%. То есть мы имеем определенный доверительный интервал, насколько точно мы переоцениваем или недооцениваем нашу вероятность. То есть, исходя из данной модели, в среднем, в среднем по больнице, мы недооцениваем нашу вероятность на 8%. То есть мы будем, возможно, из-за этого будем немножко недокупать трафик, если будем использовать модель на продажу. То есть, по сути дела, вот этот критерий эффективности, он дает нам понимание, что нам нужно делать с моделью и как нам, и какой бизнес-результат мы будем получать на практике, если будем эту модель выставлять на продаж. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать. Слово-таки, из-за, во-первых, из-за того, что это достаточно долгий в плане обучения процесс, если сравнивать с той же логистической регрессией. И потом, у нас большое количество категориальных характеристик, соответственно, деревья, они могут продуцировать большое количество откреплений, которые, на самом-то деле, они не будут иметь никакого значения, никакого смысла для кредикта, соответственно, модель имеет возможность сильно переучаствовать. Но если ты говоришь про бустинг деревьев, ну, собственно, ну, там, взвешенное некоторое голосование, в принципе, словом-таки, этот подход, ну, я, на самом деле, не имею ничего против этого подхода, есть еще другие подходы, которые тоже возможны в этой задаче просто. Тот подход, который выбрали мы, он наиболее быстро реализовывается, и он более прост в понимании, и, ну, вот я говорю, это некоторый state of harm для данной области. Ну, например, вот тот же Яндекс, насколько я знаю, для прогрессирования виражности события, он использует, ну, его алгоритм Матрикснет, он как раз использует некоторый ансамбль деревьев. Какие действия пользователя вы боитесь, как нам сломать систему, чтобы использовать плавно, было экономически неэффективно, или сжало в силе? на самом-то деле рынок в каком-то смысле выедает сам себя, потому что я не говорю про еще огромную проблему этого рынка, мошеннический трафик, дело в том, что люди поняли, что можно достаточно быстро зарабатывать достаточно большие деньги, поэтому они начали придумывать разные, очень интересные лайфхаки, как накручивать конверсии, ну, там, например, грубо говоря, боты, которые будут сами кликать, либо страницы, которые будут сама обновляться, и по сути дела ты одному и тому же пользователю покажешь 10 разных реклам, вместо стоимости одного показа ты там получишь деньги, как за 10 показов, и много-много-много подобных разных вещей, соответственно, сейчас в области второй тренд, мы с вами разбирали механизм того, как на самом-то деле учитывать риск того, что аудитория, которую вы покажете ваш рекламный контент, она релевантная или нерелевантная, есть вторая большая задача, это понять, как трафик, ну как реклама, которую вы хотите показать, по сути дела будет показана искусственному пользователю или некоторому богу, и по сути дела вот если вы будете обучать вашу модель на вот этом искусственном трафике, вы природным образом не получите никаких хороших результатов, и вот собственно почему рынок ушел от этой природной модели фиксированной стоимости, потому что появилось огромное количество фрагулентного трафика, современным подсчетом, его больше 80% всего трафика является мошенничеством, поэтому область таким образом сама себя вылетает, и наша цель это ее увести конструктивное русло и показывать рекламу таким пользователям, которая будет на самом деле интересной, чтобы сделать ее таргетированной и продолжающей. работа, которые действительно и клики могут сделать какие-то мотивационные действия, какие-то активации, которые вы ставите для себя. Как вы близки это закладываете? На самом деле есть в индустрии продукты, которые уже пост события помогают оценивать степень фрагулентности того или иного показа. То есть пока именно во время самонимоследовательного времени самого показа у нас нету такой возможности. Но вообще на самом деле проблема влежит к пониманию того, а что такое фронт, что такое мошенник. Если в банковской сфере грубо говоря это достаточно понятно, потому что человек не платит по кредиту и в течение периода формирования резервов, то здесь вы можете подозревать уже когда вы прогнали трафик к большому купили много трафика, показали к вашим пользователю и вы понимаете, что конверсии с ней нет, вы можете уже начать подозревать, что этот трафик мошеннический. Или, например, если для вас важно, чтобы пользователь инсталировал рекламу, вы ему показываете ее, и он активно на нее кликает, но не инсталировал. То есть это тоже может быть некоторое подозрение, что этот трафик мошеннический. Но снова таки, это в то же время есть такой эффект на рынке, когда вы пока в мобильных играх показываете рекламу детям, они активно кликают на эту рекламу. Они кликают не потому, что им она понравилась, потому что они считают, что если они на нее кликнут, они ее таким образом закроют, пропустили. Соответственно, когда они кликают, они переходят на страницу загрузки приложения, конечно же, они ее не инсталировали. То есть получается, если вы показываете рекламу детям, то это в каком-то смысле тоже фродовый получается трафик. То есть эта проблема очень сложная, и существует большое количество серьезных компаний, которые выпускают именно идентификацию фрода. Как правило, продукты очень дорогие и часто достаточно сомнительное качество, но мы пытаемся по каким-то определенным нашим признакам отсеивать уже пост пахту. Это вы отсеиваете, а не рекламодателю, когда он уже получает и видит то, что... Рекламодателю не может это. То есть мы как бы почему все по время предприятия решения делают мы? Потому что мы видим всю информацию в каком-то смысле скандинное вершине этой пищевой рекламной цепи, потому что мы видим выборную рекламу, мы видим ее результат, мы видим кто покупает, каким образом покупает, и мы обладаем всей информацией. То есть информодателем не может этого делать. Он как бы конечное звено потребителя. Но по CPC то есть понятно, клик но не установил. Если у нас модель CPR то есть какое-то активное действие, но грубо говоря если мы говорим например о мобильных каких-то приложениях, то вдруг зайди в это приложение сделай каких-то действий и получи плюшек. По сути это тот же код и какой-то инцент, который не ваша целевая аудитория. Как в этом случае вы определяете что это проды и так далее? Потому что все-таки клик был и настал был например какие-то минимальные действия до активации сделаны но по сути это просто инцент который идет. Ну раз узнать инцент это очень сложно. для аудитории объяснения инцент это когда тебя попросили друга знакомому заинсталировать сделай чтобы я получил ну или найду команду индусов или китайцев которые активно инсталируют что-то делать это определение это очень сложно нужно коррекционировать большое количество информации уже как-то определять постфактум что вот твой какой-то например для тебя было важно чтобы купили или какую-то подписку в этом приложении а пользователь просто инсталирует и не покупает тоже проблема это проблема потому что это качественный или некачественный продукт или инцентив поэтому это все вот такое все эти задачи стоят на грани алхимии инцентив это уже решает сам рекламодатель если он считает что это приложение не приносит ему нужного дохода он просто может запрогист скажите пожалуйста из каких соображений происходит разбиение на фича подсета которая участвует в полосчете коэффициентов целесообразности применения динамической цены спасибо хороший вопрос изначально я думал это делать путем пластеризации но потом я подумал что для пощи ни одного коэффициента качества пластеризации это уж как-то сильно круто тем более это будет если это не будет обычной пластеризацией расследник это будет какой-нибудь локал сэмский кэшинг называемый сэйдж поэтому на самом деле я делал разбиение по следующему принципу я брал я считал что наши вероятности они имеют некоторые эффекты распределения с определенными параметрами которые можно вычислить и брал сетку равную сетку равную с точки зрения вантере сетку бета-распределения то есть я разбил опционную вероятность те которые от одного до двух процентов от двух до трех так чтобы они были соответствовали вантерям некоторого бета-распределения и важный в этом смысле как раз результат распределение коэффициента качества оно не зависит от выбора самого разберения просто я его выбираю таким образом чтобы у нас попадало более-менее равное количество точек в этот субцент субцент только информацию, которую нужно собирать, то есть в основном для того, чтобы делать качественный предикт, вам нужно характеристик, которые действительно так или иначе характеризуют пользователя, его интерес и принадлежность к той или иной индустрии. Для этого у нас есть некоторое ДНП, это расшифровка Data Management Platform, то есть вы, по сути дела, прослушиваете трафик, вы наблюдаете за действием пользователя, то есть вы показали эту рекламу одному пользователю, он на нее среагировал, показали другую рекламу этому же пользователю, он на нее не среагировал, вы в каком-то смысле определяете какой-то целевой сегмент, которому принадлежит пользователь. То есть как раз наполнение такими характеристиками парсинг текстов и тегов приложений, и добавление сюда немножко какого-то текста, вот этого майнинга, это все, в принципе, будет повышать качество и точность модели, но это, на самом деле, отдельная очень сложная задача. Потом мы, когда хешируем, мы хешируем не только сами характеристики, мы хешируем их так называемые полиномиальные характеристики, когда мы их разные характеристики объединяем и учитываем их колокарность. То есть, на самом деле, выделение смысловых и несмысловых характеристик – это тоже задача, потому что мы исходили из философии, что чем больше мы загоним модель характеристик, тем лучше. То есть, это тоже, на самом деле, не всегда данный принцип. То есть, модель, точность и качество этой модели можно повышать тем, чтобы больше анализировать пользователя, его поведение из открытой для нас информации, накапливать ее и, соответственно, продуцировать некоторые качественные решения.